Здравствуйте, девятиклассники! Тема нашего урока – решение геометрических задач номер 24 ОГЭ. Итак, задача номер 1. Отрезки АВ и ДС лежат на параллельных прямых, а отрезки АС и ВД пересекаются в точке М. Найдите МС, если АВ равно 14, ДС равно 42, АС равно 52. Решение. Так как прямые АВ и ДС параллельны, то угол ВАС будет равен углу ДСА как накрест лежащий при параллельных прямых АВ и ДС и секущей АС. Угол АМВ будет равен углу СМД как вертикальный. Значит, треугольник АМВ будет подобен треугольнику МСД по двум углам. Пусть сторона МС – это Х, тогда АМ – это 52 минус Х. Отсюда получаем, что АВ относится к СД, как АМ относится к МС. Подставив известные данные, имеем, что 14 относится к 42, как 52 минус Х относится к Х. Используя основное свойство пропорции и решая полученное уравнение, получим в ответе 39. Итак, ответ 39. Задача номер 2. Прямая, параллельная стороне АС треугольника АВС пересекает стороны АВ и ВС в точках К и М соответственно. Найдите АС, если БК относится к КА как 3 к 4. КМ равно 18. Рассмотрим треугольник КБМ и треугольник АВС. Угол БКМ равен углу БАС как соответственный при параллельных прямых КМ и АС и секущей АВ. Угол Б является общим для каждого из треугольников. Поэтому треугольник КБМ подобен треугольнику АВС. Из подобия треугольников мы можем составить пропорцию КМ относится к АС, как КБ относится к БА. Подставив известные данные, имеем, что 18 относится к АС, как 3Х относится к 7Х. Итак, решая уравнение, получим, что АС равно 42. Ответ 42. Прямая параллельная стороне АС треугольника АВС пересекает стороны АВ и ВС в точках М и Н соответственно. Найдите БН, если МН равно 17, АС равно 51, НС равно 32. Итак, обозначим неизвестную сторону БН через Х. Рассмотрим треугольники МНБ и АВС. Эти треугольники подобны, потому что угол БМН равен углу БАС, как соответственно при параллельных прямых МН и АС и секущей АВ. А также у этих треугольников угол Б общий. Тогда можно записать, что БН относится к БС, как МН относится к АС. То есть Х относится к Х плюс 32, так как 17 относится к 51. Используя основное свойство пропорции и решая уравнение, мы получим, что Х равен 16. Ответ 16. Задача номер 4. Катеты прямоугольного треугольника равны 18 и 24. Найдите высоту, проведенную к гипотенузе. Высота, проведенная из вершины прямого угла к гипотенузе, будет обозначена как С-Х. Рассмотрим прямоугольный треугольник АВС и его высоту С-Х. Прямоугольный треугольник АВС и его высоту С-Х. Для данного треугольника площадь мы можем выразить с двух сторон. С первой стороны площадь треугольника прямоугольного – это половина произведения катетов. То есть площадь треугольника АВС – это 1,2 умножить на АС умножить на ВС. С другой стороны площадь треугольника АВС – это половина произведения высоты С-Х на сторону АВ. Для того, чтобы выразить площадь треугольника по второй формуле, мы должны знать, чему равна гипотенуза АВ. По терении Пифагора мы можем вычислить гипотенузу АВ и получим, что АВ будет равно 18 в квадрате плюс 24 в квадрате равно 30. Приравнивая правые части в каждой из формул, мы получим, что высота будет равна 14,4. Ребята, существует более легкий способ нахождения гипотенузы. Мы видим, что катеты 18 и 24 существует более легкий способ нахождения гипотенузы АВ. Если у нас треугольник с катетами 18 и 24 подобен треугольнику с катетами 3 и 4, то коэффициент подобия 6. Средовательно, если у треугольника с катетами 3 и 4 гипотенуза будет равна 5, то у треугольника с катетами 18 и 24 гипотенуза будет равна 30. Используйте метод нахождения гипотенузы вот таким способом. Итак, ответ 14,4. Задача номер 5. Точка H является основанием высоты, проведенной из вершины прямого угла B треугольника АВС к гипотенузе АС. Найдите АВ, если АС равно 24, а АЖ равно 6. Рассмотрим треугольник АВС. Это треугольник прямоугольный. Чтобы найти АВ, мы можем сказать, что так как вся сторона АС 24, то ее кусочек HС равен 18. Чтобы найти АВ, мы можем использовать метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. То есть можем сказать, что АВ в квадрате – это и есть произведение АН на АС. Подставив известные величины, мы получим, что х квадрат равен 6 умножить на 24. Можно решить данную задачу с другой стороны. То есть мы можем сказать, что, опять же, используя метрические соотношения в прямоугольном треугольнике, BH в квадрате будет равно произведению АН на АС. Данную задачу можно решить вторым способом. Из условий следует, что CH – это 24 минус 6 равно 18. По свойству прямоугольного треугольника, высота, проведенная из вершины прямого угла, есть среднее геометрическое между отрезками, на которое она делит гипотенузу. То есть BH в квадрате равно АН умножить на АС. Следовательно, BH в квадрате – это 6 умножить на 18 равно корень из 63. Тогда по теремии Пифагора для треугольника HAB получим, что гипотенуза АВ – это есть корень квадратный из 63 в квадрате плюс 6 в квадрате, что равно 12. Ребята, неважно, каким способом вы решаете геометрическую задачу, ответ должен получиться одинаковый. Я предлагаю решить вам дома задачу номер 24 открытого банка заданий ОГЭ – планиметрическая задача на вычисление. На этом наш урок закончен. До свидания. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники. А мы продолжаем с вами цикл уроков по литературе. Тема сегодняшнего нашего занятия – эллигическая грусть. В стихотворении отговорила роща от золотая Сергея Александровича Есенина. Ход времени невозможно остановить. Одно поколение сменяет другое. Россия вступает в 21 век. По своим законам движется и развивается мир поэзии. И в этом прекрасном чудесном мире вспыхивают новые поэтические звезды и звездочки. Одни сгорают и навсегда затухают еще при жизни своего хозяина. Свет души других долетает до нас на протяжении десятилетий. И лишь немногие согревают душу человека в веках, разгораясь со временем все ярче и ярче. Имя одной такой лучезарной звезды в бессмертном поэтическом созвездии России – Сергей Есенин. Сергей Александрович Есенин прожил короткую, но яркую, как молния, жизнь, трагически оборвавшуюся в 30 лет. Это выдающийся русский поэт, неповторимый талант которого признан всеми. Поэт знал Россию с той стороны, какой видел ее народ. Он создал красочный и многоликий образ природы, воспел высокое чувство любви. Большая часть произведений Есенина посвящена России. Сергей Есенин родился в старинном приокском селе Константиново, что около Рязани. Здесь, на рязанской земле, отшумело детство поэта. Прошла его юность, здесь он написал свои первые стихи. И костер зари, и плеск волны, и серебристая луна, и необъятная небесная осень, и голубая гладь озер. Вся красота родного края с годами отлилась стихи. Полный любви к русской земле. На сегодняшнем уроке, дорогие девятиклассники, мы с вами будем анализировать стихотворение «Отговорила роща золотая». В этом стихотворении поэт создает яркий, красочный и многоцветный мир природы, наполненный переливами цветов и изысканных оттенков. Как и все стихотворения Есенина, это произведение производит неизгладимое впечатление и поражает прелестью самобытности и неповторимости. О нем можно сказать словами критика Ходосевича. Это яркий ковер, сотканный из верной и нежной любви поэта к родной земле. Отговорила роща золотая, березовым, веселым языком, И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник Пройдет, зайдет И вновь оставит дом. А всех ушедших грезит коноплянник С широким месяцем Под голубым прудом. Стою один среди равнины голой, А журавлей Относит ветер вдаль. Я полон дум О юности веселой. Но ничего в прошедшем мне Не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, Не жаль души Сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, Но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, От желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю Грустные слова. И если время Ветром разметая Сгребет их всех В один ненужный ком, Скажите так, Что роща золотая Отговорила милым языком. Ребята, скажите, пожалуйста, какое ваше первое впечатление От прочитанного стихотворения? От прочитанного стихотворения? О чем оно? Я думаю, что вы все смогли почувствовать, Что это стихотворение о жизни. Это стихотворение о человеке. Это стихотворение пронизано Чувством одиночества, Чувством грусти. И если мы с вами возьмем в руки краски И попробуем с помощью них Передать настроение стихотворения, То вы будете использовать не только красный, Желтый, голубой цвет, Но на вашем рисунке появятся Черные и серые цвета. Все это потому, что Стихотворение пронизано Грустным настроением, Потому что так передается Внутренний мир лирического героя. Поэтому мы с вами можем утверждать, Что это стихотворение Философское размышление, А значит, жанр его элегия. Давайте с вами вспомним, Что такое элегия. Элегия — это лирическое стихотворение, Передающее глубоко личные, Интимные переживания человека, Как правило, проникнуты настроениями грусти, Светлой печали. Чаще всего написано от первого лица. Наиболее распространенные темы элегии — Созерцание природы, Сопровождающаяся философскими раздумиями. Давайте с вами обратимся К особенности композиции Этого замечательного произведения. Читая стихотворение, Мы видим портрет лирического героя, А вокруг него как будто рамка Из разноцветных осенних листьев И кистей рябины. Стихотворение начинается и заканчивается Картинами природы, Отговорила роща золотая, А в середине раздумия героя. Это кольцевая композиция. В стихотворении два образа. Это, ребята, образ рощи И образ лирического героя. Поэт любуется красотой березовой рощи, Многоцветием красок осени. Роща предстает, как живое существо, Она говорит веселым языком. Природа оказывается как бы выражением Человеческих чувств. Это позволяет поэту особенно глубоко Передать чувство любви к жизни. Лирическому герою Есенина Присущи такие качества, Как противоречивость, скитальчество. Противоречивое состояние лирического героя Заключается в том, что он испытывает любовь к жизни И в тот же момент усталость от нее. Наслаждаясь и любуясь пышным увяданием осени, Он ощущает себя неотъемлемой частью природы. Он ощущает себя в этой жизни странником. Он одинок. Но он ни о чем не жалеет. Благословляет прошлое, С мудрым смирением встречает настоящее. Он спокоен, даже величав в своем спокойствии. Здесь, ребята, следует отметить, Что стихотворение «Отговорила роща золотая» Было написано в 1924 году. Поэту скоро 30. Да и к тому же, как и все писатели и поэты, Есенин предчувствовал свою скорую гибель. Поэтому это стихотворение – итог. Это прощальное стихотворение. И мы видим с вами и чувствуем, кем ощущает себя поэт. Он ощущает себя странником, Который остановился на дороге жизни. Но еще он ощущает себя рощей. Поэт и роща – двойники, Как бы прорастающие друг в друга. Ребята, Есенин шутил очень часто над своей фамилией. Он говорил, во мне живут осень и ясень. И в своей поэзии он применяет новаторский прием, Олицетворение наоборот. Что это значит? В стихах он ощущает себя травой, Деревом, месяцем. Облетает моя голова, Куст волос золотых вянет. И теперь нам должно стать понятно, Что поэт пишет о себе. Золотая роща – это и есть олицетворение, наоборот. Это сам Есенин, чувствующий себя, Чувствующий свое увядание. Но в то же время это и его поэзия. Для него поэзия – это прекрасный сад, Это опавшие листочки. Вспомним с вами последнюю страфу стихотворения. И если время, ветром разметаясь, Гребет их все в один ненужный ком, Скажите так, что роща золотая Отговорила милым языком. Речь идет о стихах Есенина, Потому что были десятилетия, Когда его стихи запрещали, А самого поэта считали упадническим. Если в первой страфе логическое ударение Падает на глагол «отговорила», То в последней страфе Уже на словосочетание «милым языком» Поэт хотел, чтобы мы его язык считали милым, Потому что язык Есенина Учит нас любить все живое, окружающее нас. Теперь мы с вами, ребята, проведем Одну очень важную работу. Мы проанализируем изобразительно-выразительные средства, Которые использует автор стихотворений. Хочу обратить ваше внимание, Что с таким видом деятельности Вы встречаетесь не только на уроках литературы, А также на уроках русского языка. И сейчас, активно, готовясь к основному государственному экзамену, Вы все, я думаю, успешно решаете задание под номером 7, Которое как раз таки проверяет ваше умение Определять средства выразительности. Итак, автор использует олицетворение Отговорила роща, журавли не жалеют, Ветер относит, грезит коноплянник, Дерево роняет, время сгребет. Эти олицетворения оживляют природу. Все неживые предметы одушевлены, Они мечтают, жалеют, роняют, как человек. То есть природа и человек связаны между собой. Автор использует эпитеты Роща золотая, березовым, веселым языком, Печально пролетая, равнины голой, Веселая юность, растраченные годы, Милым языком, грустные слова. Эти эпитеты помогают точнее представить пейзаж, Расширяют наше представление о предмете, Помогают понять авторское отношение к предмету. Эти эпитеты действуют на наше воображение, Придают стихотворению еще большую выразительность. Также автор использует метафоры. Отговорила роща языком, Души сиреневую цереть, Горит костер рябины красной, Не обгорят рябиновые кисти, Разметая ветром их, Под местоимением их подразумеваются слова, Время сгребет и разметает, Не пропадет трава. Метафоричность формы стихотворения Не сама цель, А реализация замысла Раскрыть сложное психологическое состояние автора. Сравнение. Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. То есть лирический герой Чувствует себя частью природы, Он сравнивает себя с деревом. Теперь мы с вами, ребята, Сможем сформулировать идею Этого замечательного стихотворения. Стоит ли жалеть лет, Растраченных напрасно? Стоит ли жалеть себя или кого-нибудь? Ведь каждый в мире странник. Лирический герой понимает, Что все происходит, Что нет ничего вечного. Время все безжалостно сгребает В один ненужный ком. Все погибает. Однако не обгорят рябиновые кисти, От желтизны не пропадет трава. Природа тоже умирает, Но она способна возродиться. И лирический герой пытается Вылечить душу от грусти и тоски Слиянием с природой, Слиянием с прекрасным. Своими стихами поэт как бы говорит нам, Остановитесь хотя бы на мгновение, Посмотрите на окружающий мир красоты, Послушайте шелест трав, Песню ветра, Голос речной волны, Посмотрите на утреннюю зарю, Предвещающую рождение нового дня. Радуйтесь тому, Что вас окружает в этот момент, В это мгновение. И, ребята, я вам предлагаю Выполнить следующее домашнее задание. Я думаю, вы все прониклись Этим замечательным стихотворением Есенина, поэтому прошу вас дома Выучить наизусть стихотворение Отговорила роща золотая Замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина. Спасибо вам за урок, Хорошего настроения, Дерзайте, до новых встреч! Ребята, добрый день! Сегодня у нас с вами урок на тему Николай II. Начало правления. Политическое развитие страны В 1894-1904 годах. Цель сегодняшнего урока Определение роли личности Николая II во внутренней политике Российской империи И основных причин Политических реформ. Вопросы, которые мы сегодня С вами изучим, это личность Николая II, борьба в верхних Эшелонах власти, оживление Общественного движения, зубатовский Социализм, создание революционных Партий для борьбы с самодержавием, Либеральная организация и проект Цветополк Мирского. Проблемный вопрос Сегодняшнего урока Мог ли Николай II Пойти на уступки народу И к чему бы это привело? Предлагаю вам ответить на этот вопрос После изучения данного материала Кто же такой Николай II? Николай II это император Российской империи, который Взошел на престол 20 октября 1894 года После смерти своего отца Александра III Николаю II на этот момент Было 26 лет Как же его оценивали Личность современники Редигер, военный министр того времени Говорил, что несмотря на выпавшие На его долю тяжелые дни Он никогда не терял самообладание Всегда оставался ровным и приветливым Одинаково усердным работником Говорил, что он оптимист В противовес ему Отец Николая II, Александр III В 1892 году Когда Николаю было 24 года Отмечал, что он совсем мальчик У него совсем детские суждения Николай II был четко убежден В том, что Россия и монархия Неразделимы Но когда он встал на престол Чего же от него ждал народ? Во-первых, народ ожидал от Николая II Что он завершит реформы Своего деда Александра II И, конечно же, от него ожидали Переустройство политической системы Российской империи В начале правления Николая II В его окружении шла борьба В верхних эшелонах власти Было два противоборствующих лагеря Первый лагерь Консерваторов, монархистов Возглавил будущий министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеви Он выступал за сохранение Прежнего государственного устройства И порядков, которые сложились В Российской империи На протяжении многих веков Выступал за сохранение общины И государственной помощи Дворянским хозяйствам Отвергнув идею об установлении Индивидуальной собственности Крестьян на землю Противоборствующий лагерь Либералов возглавлял Действующий министр внутренних дел Сергей Юльич Витте Конечно, он настаивал На проведении экономических реформ Говоря о том, что Индустриализация Это скорее политическая задача Чем экономическая С его легкой руки Николай II Подпишет указ В 1897 году О проведении Золотовалютной реформы в стране В начале XX века Мы с вами можем видеть Рост общественного движения В связи с проводимой политикой Первыми голову свою подняли студенты В 1899 году Их цель была Они требовали Возвращения университетской автономии Все они были наказаны Отчислениями из университетов В 1902 году Начинаются крестьянские волнения Преимущественно на юге Российской империи Почему на юге? Потому что Именно для юга России В то время было характерно Малоземелье крестьян Все эти восстания Также будут подавлены С привлечением армии В 1903 году На юге России Начинаются рабочие выступления Целью рабочих Были требования улучшения Условий труда В этом же году В 1903 в Великом княжестве Финляндском Сейм был ограничен в правах Были расформированы Воинские части И чиновники Великого княжества Финляндского Ответили бойкотом Обостряется ситуация на Кавказе В 1903 году Состоялась передача имущества Армяно-Григорианской церкви Введение властей Мы с вами в начале 20 века Можем наблюдать Рост национального движения Целью национального движения Было требование Смягчить методы давления Которые сопровождали Введение общего Единого языка На всей территории Российской империи Русского И единых образовательных стандартов В начале 20 века Мы ознакомимся с термином Зубатовский социализм Что же это такое? Это попытка разрушить веру рабочих В революционной организации Убедить в совпадении их интересов С интересами правительства Противостоящего интересам буржуазии Мы с вами знакомимся с личностью Сергея Васильевича Зубатова Который в тот момент был начальником Департамента полиции И был глубоко убежден в том Что рабочие могут улучшить Своё материальное положение Только при помощи государства В результате В 1901-1902 годах Были созданы Легальные рабочие организации Под Которые находились Под жёстким надзором полиции Отсюда вы можете встретить И следующий термин Полицейский социализм В литературе встречается тоже часто Но требования рабочих Не были удовлетворены Они снова стали участвовать В демонстрациях И Сергей Васильевич Будет отправлен в отставку В начале 20 века Мы с вами видим Что формируются новые группы Партии Которые в будущем Сыграют огромную роль В развитии Российской империи Первая партия С которой мы с вами познакомимся Сейчас Это РСДРП Российская социал-демократическая Рабочая партия Первый съезд Который состоится В 1898 году В Минске На этом съезде Была объявлена О создании партии Но этот съезд Потерпел неудачу Так как все члены Участники съезда Были арестованы Следующий второй съезд Состоится летом 1903 года В Лондоне В Брюсселе Это будет уже Гораздо успешнее Съезд На котором будет принята Программа Состоящая из двух частей Первая программа Минимум Будет иметь название Вторая программа Максим Что же провозглашала Программа Минимум В программе Минимум Члены партии РСДРП Провозглашали Свержение Самодержавия Установление Демократической Республики Выступали За введение Всеобщего Избирательного права За широкое Местное самоуправление Равноправие Нации Рассмотрение Крестьянского вопроса О земле И платежах Программа Минимум Провозглашала Гораздо Более Дальновидные цели Выступали За победу Пролетарской революции Установление Диктатуры Пролетариата И в конечном итоге Провозглашали Переход К социализму Но в рядах партии РСДРП Произошел Раскол И партия Раскололась На две Группы Первая группа Под Руководством Владимира Ильича Ленина Ульянова Который Провозглашал Более Радикальные Меры Выступал За проведение Революции Его поддержали Большинство Отсюда и название Большевики Главной силой Революции Он считал Рабочих А крестьяне Должны были Выступать В союзе Противоборствующей Группой РСДРП Были Либерально Настроенная Часть Партии Под руководством Мартова Они Выступали За более Либеральные Цели Достижения Изменений В государстве Путем Реформ Его сторонники Также получили Название Меньшевики Главной силой Революции Считали Буржуазию А ее Союзниками Рабочих Следующая Партия С которой Мы с вами Познакомимся ПСР Партия Социалистов Революционеров Другое Их название СССР Впервые Группы Социалистов Революционеров Появляются В 1890 И Провозглашали Себя Последователями Народовольцев В 1902 Году Было Объявлено Об образовании ПСР Руководителями Партии Стали Чернов И Натанс В 1905 Году Было Провозглашено Утверждение Программы Партии Главная Задача Партии Была Подготовка Народа К Революции И Установлению Народа Власти Основные Идеи Партии СССР Были Таковы Впервые В истории Российской Империи Была Провозглашена Идея Сформировать Федеративное Устройство Государства Также СССР Выступали За передачу Земли Крестьянам И Поддерживали Тактику Индивидуального Террора В начале 20 века Мы с вами Можем наблюдать Популярность Либеральных Организаций В 1902 Году За границей Стал выходить Журнал Освобождения Который Станет Печатным Органом Группы Союза Освобождения Которая Просуществовала С 1904 По 1905 Годы На основе Союза Освобождения Будет в будущем Создана Партия Кадетов Руководители Петрункевич И Анинский Требования Партии Кадетов Во-первых Образовать Конституционную Монархию Провести Всеобщие Выборы И защищать Интересы Трудящихся Николай Второй Понимал Что В этой Сложившейся Ситуации Нужно Пойти На Некоторые Уступки И поэтому На пост Министра Внутренних Дел Святополк Мирского Да Петр Дмитриевич Недолго Будет В должности Министра Внутренних Дел С августа 1904 По Январь 1905 Что ему Удалось Сделать За это Недолгое Время Во-первых Ему Удалось Смягчить Охранительную Политику Государства И подготовить Проект Реформ Кроме Этого Он Настаивал На Включении В Государственный Совет Выборных Представителей От Земств И Городских Дум 12 Декабря 1904 Года Николай Второй Подпишет Указ О Предначертаниях К Усовершенствованию Государственного Порядка Но Несмотря На Это Николай Второй До конца Своих Своего Правления Будет Настаивать На том Что Никогда Не Согласится На Представительный Образ Правления И Теперь Когда Мы С вами Проговорили Весь Материал Вы Немного Познакомились С Этой Темой Подумайте Мог ли Николай Второй Пойти На Уступки Народу И К чему Это Привело А Что Случится Дальше Мы С вами Познакомимся На Следующих Уроках Итак Ребята Домашнее Задание На Следующий Урок Вы Работаете С Учебником История России Девятый Класс Знакомитесь С Материалом Параграфа 28 На Странице 80 Рекомендую Вам Отвечать На Вопросы Устно Вы Должны Знать Термины И Даты Ребят Урок Окончен Спасибо За Внимание До Новых Встреч Здравствуйте Уважаемые Девятиклассники Сегодня мы с вами Продолжаем Рассматривать Темы на Повторение И Сегодня Мы Рассмотрим С вами Законы Сохранения Конечно По традиции Мы с вами Рассматриваем Начнем С теории Законы Сохранения Мы с вами Изучали Следующий Закон Сохранения Импульса Энергии Моменты Импульса И Конечно Мы с вами Вспоминаем Что же Такой Импульс Материальной Точки Это Физическая Величина Равная Произведению Массы Точки На Скорость Импульс Обозначает Буквой П Формула Для Нахождения Импульса Это Произведение Массы На Скорость Тела Никакой Специальной Единицы Измерения Для Импульса Не Существует И Поэтому Единица Измерения Составляет Килограмм Помноженное На Метр Деленое На Секунду Импульс Это Векторная Физическая Величина Она Имеет Одинаковое Направление Со Скоростью Далее Мы Вспоминаем О том Что Когда У нас Есть Два Шара Какие Бывают Случаи При Столкновении Бывает То Что У нас При Налетании Двух Шаров Они После Взаимодействия Разлетаются В разные Стороны То Есть Это Упругое Столкновение И Вообще Закон Сохранения Импульса Нам Гласит Что В Инерциальных Системах Отчета При Отсутствии Действия Внешних Сил Сумма Векторов Импульсов Тел Остается Постоянной При Любых Взаимодействиях Тел Между Собой Следовательно Согласно Этому Закону Сохранения Для Упругого Удара У нас Закон Сохранения Импульса Будет Иметь Следующий Вид То есть Произведение Импульсов До Столкновения Должно Быть Равно Произведению Импульсов После Столкновения Также Мы Рассматриваем С вами Закон Сохранения Импульса Для Неупругого Удара Что Это Значит Два Шарика Они Налетают Друг На Друга И После Взаимодействия Они Продолжают Двигаться Как Единое Целое То есть У нас Образуется Система Массы У нас Суммируются И Закон Сохранения Импульса В таком Случае Имеет Следующий Вид И Приступаем Мы С вами Сейчас К Решению Задач Определите Массу Автомобиля Имеющего Импульс 2,5 Помноженного На 10 Четвертой Степени Килограмм Помноженного На Метр В секунду И Мы с вами Записываем Что нам Известно Нам Известен Импульс И нам Известна Скорость Нужно Найти Массу Далее Мы обязательно Должны Посмотреть В каких Единицах Измерения У нас Стоят Наши Искомые Величины Также Если У нас Они Вне Международной Системы Единиц Си Тогда Мы их Переводим Как мы Видим О том Что у нас Скорость Выражена В километрах В час Нам Необходимо Ее перевести В метры Секунды Для того Как это Сделать Нам Необходимо 90 Разделить На коэффициент 3,6 Мы получаем 25 Далее Приступаем К решению Записываем Формулу Для нахождения Импульса И мы Также Из этой Формулы Выражаем Массу Масса У нас Ровна Импульс Деленная На Скорость Подставляем Численные Значения Причем Скорость Ребята Мы уже берем Из того Что мы перевели Из международной Системы Единиц Си Подставили Численные Значения Получили Ответ То есть Масса Автомобиля Равна Одной Тоне Движемся Далее Тележка Массой 40 кг Движется Со скоростью 4 метра В секунду Навстречу Тележке Массой 60 кг Движущейся Со скоростью 2 метра В секунду После Неупругого Соударения Тележки Движутся Вместе В каком Направлении И с какой Скоростью Будут Двигаться Тележки Здесь Мы с вами Видим О том Что нам Необходимо Использовать Дальше Дальше Мы можем Начертить Изобразить Это графически То есть То, что Мы с вами Сейчас Проговорили Приступаем К решению Записываем Закон Сохранения Импульса Для Неупругого Соударения Причем Мы записали Как вы видите В векторной Форме Далее Мы делаем Проекцию На Ось Х Записали О том Что у нас С учетом Направлений Вот Наше Уравнение Отсюда Мы с вами Выражаем Скорость Выразили И подставляем Численные Значения Получили О том Что скорость Ровна 0,4 Метра Секунда У нас Спрашивают Не только С какой Скоростью Будут Двигаться Но и В каком Направлении Ответ Следующий В сторону Движения Первой Тележки Помимо Законов Сохранения Импульса Мы с вами Также Рассматривали Закон Сохранения Энергии Ну и вообще В принципе Мы с вами Вспомнили Что из курса 7 класса Что такое Энергия И какие Виды Энергии Мы с вами Помним И знаем Но остановлюсь Сначала На законе Сохранения Энергии В системе Тел Взаимодействующих Только Гравитационными Силами Полная Механическая Энергия Не изменяется Здесь Конечно Нужно Вспомнить О том Что же Такое Полная Механическая Энергия Так вот Полная Механическая Энергия Это есть Сумма Механическая И потенциальной Энергии Дальше Мы вспоминаем О том Какие Формулы У нас Нужны Для Нахождения Данных Энергий Итак Как мы видим Первая формула Это есть Формула Для Нахождения Потенциальной Энергии В поле Сил Тяжести Находится Потенциальная Энергия По формуле М Ж Следующая Формула Это Формула Для Нахождения Генетической Энергии МВ Квадрат Деленная На 2 И Последняя Формула Это Формула Для Нахождения Потенциальной Энергии Упругой Деформированного Тела К Дельта Л В квадрате Деленная На 2 Мы видим Что у нас Последняя Формула Она Очень похожа На Нахождение Как мы Находили Генетическую Энергию Также Остановлюсь На том Что К Это у нас Жесткость Пружины Л Это Удлинение Или мы С вами Видим То что Закон Сохранения Нам Гласит Еще раз То что Полная Механическая Энергия Она Не Изменяется Следовательно Мы Просумировали Это Все И Оно Будет Констант Равно Итак Приступаем К решению Задачи Спусковую Пружину Игрушечного Пистолета Сжали На 5 Сантиметров При вылете Шарик Массой 20 грамм Приобрел Скорость 2 метра В секунду Необходимо Рассчитать Какова Жесткость Пружины Записываем Что нам Известно Известно Нам Удлинение 5 Сантиметров Масса Шарика 20 грамм И Скорость 2 метра В секунду Нам Необходимо Рассчитать Еще раз Жесткость К Мы Видим О том Что у Удлинение И масса Они Выражены В других Единицах Которые Нежели То Что нам Необходимо Поэтому Мы Переводим Систему Си Перевели Аккуратно Дальше Мы С вами Вспоминаем При сжатии Пружины Игрушечного Пистолета У нас Вся Генетическая Энергия Она Переходит В потенциальную Следовательно У нас Выполняется Закон Сохранения Энергии Записали Формулы Обращаю Внимание То что Первая Формула Это у нас Формула Для нахождения Потенциальной Энергии Упругодеформированного Тела Вторая Это формула Для нахождения Генетической Энергии Дальше Мы видим О том Что у нас В знаменателе Стоят двойки Мы их можем сократить И получили Вот такое Вот такое Уравнение КХ квадрат Равно МВ квадрат Отсюда Мы с вами Выражаем Жесткость Пружины МВ квадрат Разделить на Х квадрат Подставляем Численные Значения Проводим Математические Операции И получаем Что жесткость Пружины Составляет 32 Ньютон на Метр Далее Задача Такова Два свинцовых Шара Массами 100 грамм И 200 грамм Движутся Навстречу Друг другу Со скоростями 4 и 5 метров Секунду Какой Генетическую Энергию Будут иметь Шары После их Абсолютного Неупругого Соударения Записали Дано Нам Нужно Узнать Какую Генетическую Энергию Они будут Иметь Далее Мы переводим Систему Си Нам Необходимо Записать Формулу Для Нахождения Генетической Энергии Шаров После Соударения Так как Они У нас Соударились Неупруго Следовательно У нас Будет Система Тел Масса Их Суммируется То есть Генетическая Энергия Это есть Сумма Масс Шарика Помноженная На Квадрат Скорости И деленная На 2 По закону Сохранения Импульса Мы С вами Имеем Следующее То что Произведение Масса Второго Шарика На скорость Второго Шарика Минус Произведение Массы Первого Шарика На скорость Первого Шарика Равно Сумме Массы Шариков Множенной На Вот эту Нашу Скорость Выразили Мы Скорость Из комму После Соударения И Ее же Поставляем Вот в эту Формулу Для Нахождения Генетической Энергии Ребята Очень важно Подставить Аккуратно Чтобы Непосредственно Ничего Не потерять Подставили Далее Подставляем Численные Значения И Получаем То Что У нас Кинетическая Энергия После Абсолютно Неупругого Соударения Составляет 0,6 Джоуля Движемся Дальше Стальной Осколок Падая С высоты 470 Метров Нагрелся На 0,5 Градуса В результате Совершения Работы Сил Сопротивления Воздуха Чему Равна Скорость Осколка У поверхности Земли Если Удельная Теплоемкость Стали Нам Известно Также Мы с вами Записываем Что Нам Известно Тут Нам Понадобится Ускорение Свободного Падения Напоминаю Что Ускорение Свободного Падения Мы берем 10 Метра Секунда В квадрате Также Это Значение У нас Дается В Кимах Так как Действует Сила Сопротивления Воздуха Потенциальная Энергия Осколка Не Переходим Целиком Кинетическую Часть Энергии Тратится На Нагревание Мы Записываем Формулу Для Нахождения Мы Помним О том Что Количество Теплоты Оно Равно Энергии Энергия У нас Находится Е Потенциальная Минус Е Кинетическая Вспоминаем Отдельно Формулу Для Нахождения Количества Теплоты Потенциальной Энергии И Кинетической Энергии Все это Подставляем Эти Формулы И Отсюда Мы С вами Находим Скорость Вычисляем Это Есть Корень Квадратный 2 Скобочку Открываем GH Минус С Дельта Т Подставляем Численные Значения И Непосредственно Мы С вами Выполняем Математические Операции Получили О том Что Наша Скорость Осколка У поверхности Земли Составляет Приблизительно 95 Метров В секунду Записали Ответ Итак Наш урок Подошел К концу Записываем Домашнее Задание Повторить Параграф 13-20 Также Повторить Основные Понятия Формулы По данной Теме И Предлагаю Вам Решить Задание Из Открытого Банка Заданий ОГЭ Федерального Института Педагогических Измерений Ребята Желаю Вам Успехов Всего Доброго Редактор субтитров